это вот японское посольство уже заканчивает почти мы на пейзажной аллее сегодня у нас 16 число февраля 16 февраля время около пяти часов сверкается а вот знаменитый дом со змеями если ехать большой житомирской то слышно работы перфоратора в том что то тело непрерывно так здесь будет вроде гостиницы на фасаде уж и пока лепки разрушилась будем надеяться что все восстановит уже начали фасадные работы там не только лепка разрушилась там эркеры разрушились тепло и сумрачное весь день такой возможно кое-где был дождь да как ты не заметил наверно небольшой даже туман да есть туман снега почти нет здесь ночью можно если на скорости большой ехать на эту взлетную полосу взлетный трамплин доехать со мной бывало однажды я на него наскочил но уцелел сегодня у нас среда там земля вся пропитала влагой на горы лучше не ездить вообще никуда на грунт не выезжать лучше сейчас поедем в центр посмотрим что там а 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 и а Заведем в гости, что ли, к президенту? Почему бы и нет? Сегодня день весьма знаменательный. Я увидел себя, едущего, едущего себе навстречу в отражении и стал, начал резко тормозить, такое бывает. Думаю, ну уж, отчаянник какой-то подрезает. Что тут такое? Непонятно. Убирает. Все тут грузят. Понятно, ладно. Надо закрыть проход, но нам и не надо. Разворачивать. Вот красивое здание здесь. На Банково, действительно красиво. Я думаю, историческое. Настоящий модерн. Комитет Верховного, Верховные Рады. А тут памятка написана. Будинок Прибудковый. В этом доме в 1966-1972 годах проживал ученым-вниматик Глушков. Академик, по-моему, был. Это компьютерщик, который хотел бы компетенцировать всю социалистическую экономику. Дом красивый, конечно. Да, Глушков. Фигура была. Он знаменитый, если ничего не путаю. Это ж надо. С какой ересью выступил? Заменить этих чиновников со мини-компьютерами. А что же чиновники будут делать, когда все станут решать компьютеры и автоматика? Так нельзя. Так невозможно. Ну, вот мои урады. Упс. Это был пройдет. Как-то сегодня необычайно серо, тихо, туманно и пустынно. Помню, к лице это немного. Тихо, 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 тихо. Надо попить чаю. Тихо, сейчас где-нибудь остановимся. Я надеюсь, мой чай еще не остыл. Никого. Да что ж это такое? Сегодняшний день у нас вторжение. День вторжения. Которая неотвратима. Нам долго объясняли, что она неотвратимая состоится сегодня. Вот прекрасно включили освещение в парке. Пока я тут пил чай, настала ночь. Сегодня ко мне явилась муза в обед. Говорит, хватит валяться на диване, давай пиши. Пришлось подчиниться. Опус мой называется бесхитростно. Он на зло будня. Поэтому называется вторжение. Неожиданно я проснулся. Спохватился, проспал вторжение. Сном забылся уже под утро от громадного напряжения. На каком я, однако, свете. Никакого не слышно шума. Никакого не слышно гула. За окном только легкий ветер. И ворона светки спорхнула. И с метлой наш окрестный дворник. Что сегодня? Вчера был вторник. Так, среда. Сегодня вторжение. Никакого тут нет сомнения. Может, бомбы застряли в тучах. Или танки завязли в болотах. Или в штабах перепутали карты. Черт! Никогда не поймешь этих русских. Вечно все у них не по плану. Им сказали уже. Бомбите. Даже дату назвали. Время. Отозвали своих дипломатов. Ну давайте, черти. Бомбите. Бомбите. Все понятно в этом гомбите. Нет. Не стали бомбить. Не стали. Это ж надо так оскандалить. Это ж надо так упираться. Бранных слов на них где набраться. Просто, ух, полосатые черти. Уж замучили всех до смерти. CNN подготовила почву. BBC ее удобрила. Ройтерс, Блумберг. Все были вместе. Заодно. Как оркестр прекрасный. Оказалось, что все напрасно. На войну они не явились. Да чтоб в прессе все удавились. Никого не хочу больше слушать. Отгрызу кабель интернета. Разобью свой маршрутизатор. В окно выброшу свой компьютер. Никому я больше не верю. Уподоблюсь дикому зверю. В лесу вырую я берлогу. Буду жить там. Себя понемногу. Пока злость моя не остынет. Пока время это не минет. В silence. Извините. Задавшите? Спасибо. красота словно все каким-то лунным сиянием залито хотя конечно свет не такой мертвый более живой более теплый все равно народу немного ощущение это происходит от того что народу немного сейчас заедем на мост ой-ой-ой мост нашего мэра о я достал варежки ниже нуля наверно температура уже упала все-таки снег не растаял до сих пор потому что ночью забороски только по этой причине вау камень попал в этот колесо небольшой черт его знает какая почва вроде можно разгоняться а так попадешь на лед блин тут чувствуется присутствие зеленоватой патине в скульптуре все-таки она бронзовая ну какой-то там сплав на основе меди конечно еще я там понимаю и вот сейчас особенно заметно зеленоватость оттенок такой зеленоватая не никогда раньше земли на мне не видел только сегодня заметил да немного сегодня людей вышло на улицу опера холд на автор может телевизор смотрит всякие новости в интернете сидят вообще никого психология человеческая вообще дело темная очень темная вот тут собачка вот эти поводки они очень тонкие так вот можно в них врезаться не заметив я имею ввиду знаете ретректа был вот сворачиваемые рулеточные поводки все все о о о о о о о о о мы на мы стопы надежды приехали да еще не просто пустында если честно впрочем время такое непонятно еще рабочий день не кончился это сколько бьет 6 часов до 6 часов наверное поэтому людей мало но я замерз замерз какой пар идет чек хорошей штуки был материал здесь никого просто никого а 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 у прозрачиваться Ага. Ага. Люблю по Ритарской ездить. Не исключено, что из-за названия прямых. Старая нравится. А, тут тоже у нас посольство. Тут же они от флаги есть. Здесь Франция. О, Франция-то. Она флаги не снимала. О, французам респект. Правильно, это Франция? Франция, да. Молодцы. Французов уважаю. Виво ле Франц. Франция. 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 Что-то у них красиво здесь получилось. Это мы. Возле метро Лукьяновка. Океановская. Почти напротив. Это центр. Бизнес-центр. Франция. 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 Франция.